Итак, сегодня у нас третья лекция посвящается структурированию нормы исламского права. Речь идет о том, что, естественно, любой правовой массив имеет определенную структуру. Но если мы с вами изучаем, например, западные правовые системы, возьмем романо-германское право, англо-американское право, здесь есть четкая структура, которая еще была разработана, в основном, если говорить о романо-германском праве, вперед римского права. Есть четкие деления на публичное право, на частное право, есть отрасли, отраслевая классификация, есть четкое понимание, понятие правовой системы. Отрасли права правовых институтов, об этом вы достаточно много знаете, потому что, изучая различные курсы в рамках освоения юридической специальности, вы имеете возможность ознакомиться с разными курсами. Что касается исламского права, я хочу сказать, что здесь вот это деление носит условный характер. Что это означает? Конечно, для того, чтобы мы могли адекватно воспринимать в рамках научного правового мышления, имею в виду в рамках российского, там, западного образовательного процесса, мы используем, конечно, вот эту схему, которая знакома нам в плане формирования структуры нормативного материала. То есть мы здесь тоже будем говорить о отраслевовой классификации, здесь тоже мы будем как раз акцентировать внимание на том, что права и норма являются первичной единицей в этой структуре, которая расположена в соответствующей системе соподчиненности. Но, тем не менее, имейте в виду, что здесь есть специфика, о которой сегодня мы более подробно будем говорить. Как и при любой классификации норм, существует огромное количество критериев. Мы с вами это, опять же, знаем с методологических приемов, которые позволяют нам говорить о типологизации. Когда мы говорим о типологизации, когда говорим о классификации правовых норм, естественно, вопрос номер один, что может служить критериям. Если у нас критерии будут подобраны, адекватны, конечно, такая классификация получает распространение, такая классификация получает научное обоснование и выдерживает, конечно, испытание времени. Что касается самых распространенных классификаций правовых норм в рамках исламского права, то они существуют, сегодня о них будем говорить. Но, прежде всего, здесь есть некая противоречивость в структуре формирования вообще норм исламского права. Никто не отрицает тот факт, что нормы исламского права имеют структуру. То есть это является системным явлением, которое имеет внутри себя собственную продиктивованную формирование основных источников структуру. И эта структура не всегда совпадает, еще раз повторяю, с той понятной нам структурой при изучении западных правовых систем. Хотя здесь есть признаки, которые их объединяют, вместе с тем есть очень много признаков, которые позволяют нам говорить о том, что является иная структура по своему формированию, по своему стилу изложения. Уникальная структура исламского права, прежде всего, проявляется в его происхождении. Религиозная основа структуры исламского права и вообще религиозная основа исламского права диктует, конечно, соответствующую структуру. То есть структура в полной мере на себя испытывает влияние специфики формирования исламского права, специфики формирования его источников. Составление самого Корана, появление аятов, это все прямое воздействие имеет на структуру формирования исламского права. И вот, с одной стороны, никто не сомневается в том, что это системное явление. Вместе с тем, в отличие от тех кодифицированных норм, которые есть в истории римского права, романо-германского права, здесь есть некая архаичность в том плане, что нормы, они расположены не в такой системной, структурной обработке, каковы мы видим в технике кодификации, которая распространена в романо-германском праве. И это, прежде всего, объясняется спецификой формирования самого Корана, потому что большинство, подавляющие, практически все аяты были ниспослены в конкретных ситуациях для решения конкретных вопросов, и они не были последовательными. Почему? Потому что, если, например, появляется какой-то казус, на который необходимо решение, на который надо было адекватный ответ, дать адекватный ответ с точки зрения исламского права, то, естественно, аяты были адресованы именно конкретному случаю. Поэтому при составлении тоже не стали его кодифицировать, не стали его систематизировать. Давайте те нормы, которые регулируют наследственные права, мы отдельно будем излагать, аяты, которые регулируют семейные правовые отношения, отдельно будем формировать, или, например, нормы, которые регулируют дилектные исламские права. Вот так можем по отношению всех отраслей право причислить, но не было такой задачи поставлено, потому что они неспосланы были, и пророк их диктовал, их записывали. И вот в такой последовательности эти нормы так и были оформлены в Коране. И в тех копиях, которые в прошлый раз мы говорили, халиф-осман подготовлен, в такой последовательности Коран до сегодняшнего дня существует. И этим объясняется архаичность норм. Еще одна характеристика структуры исламского права – это казуистичность норм. То есть подавляющее большинство норм были рассчитаны на конкретный случай. Казуистика здесь присутствует. Те, которые являются специалистами в сфере римского классического права, они знают, что как раз классическое римское право тоже было казуистичным. Именно казуистика многие считают, что стала основой для того, чтобы римское право в дальнейшем было востребовано. Когда процесс, рецепт римского права имеет место, именно вот эта казуистичность стала причиной его дальнейшего распространения. Что касается структуры исламского права, то казуистичность объясняется тем, что в основных источниках исламского права в Коране и Суне как раз вот этот момент присутствует. Понятное дело, что в дальнейшем, когда необходима была дальнейшая разработка нормы исламского права, формировать позитивное исламское право, в ходе именно формированной доктринальной разработки исламского права, доктрины исламского права, немножко от казуистичности отошли. Потому что уже начали разработать юридическую технику, которая позволяет уже реагировать на определенный вид или род общественных отношений. Уже не было конкретных случаев, а на определенный вид и род то, что принято в современном праве, как раз доктрина исламского права приспособила эти нормы для того, чтобы можно было их неоднократно использовать, применять в повседневной практике. Еще одна особенность, которая тоже вызывает очень много споров, вообще соотношение публично правовых и частно правовых норм. Это тоже вопрос очень актуальный. Дело в том, что стержнем современного права является деление на публичные и частные. Причем в римском праве и дальше в романо-германском праве считают, что именно вот это деление на публичные и частные является той основой, которая способствовала вообще развитию права в его западном понимании. И кроме того, сама ценность права проявляется в том, что признается приоритет частного права перед публичным. И когда мы изучаем любую правовую систему, вопрос возникает, есть ли такое деление на публичные и частные. И вот в отношении исламского права такой вопрос, конечно, существует, но я хочу сказать, что в теоретическом аспекте вообще вот эта концепция деления на публичные и частные права не была воспринята исламской правовой доктриной. Но что касается законодательства современных исламских государств, в практическом аспекте такое деление существует. Почему? Потому что законодательство современных исламских государств формировалось в основном в 20 веке. И на их формирование оказало влияние, во-первых, те модернизаторские процессы, которые имели место в период Османской империи, а с другой стороны, влияние колонизации. Многие страны унаследовали юридическую технику и тех стран, которые в свое время владели этими территориями. Вот, например, если возьмем Северную Африку, понятно, что самым популярным является французское законодательство, гражданский кодекс, уголовный кодекс. Более того, только в 60-е годы в Африке было принято более 100 кодексов в образцу французской кодификации. Поэтому это было требование времени, чтобы можно было соответствующим образом систематизировать законодательство. Но опять же, еще раз повторяю, что доктрина исламского права не признает деление на частное и публичное. Но здесь тоже есть свое объяснение, об этом чуть позже будем говорить. И очень условно, как раз все равно мы и называем публичное и частное исламское право. Это очень условно. Хотя вот известный исследователь исламского права, западный исследователь, французский исследователь Шарль, он пишет о том, что в Коране нормы публичного и частного права приплетены без всякого сопочинения. И реально, на самом деле, кто изучал Коран, кто читал Коран, видит, что аяты, они относятся к частному праву, следующий аят к публичному праву. Есть аяты, которые одновременно касаются и частного и публичного права. Поэтому здесь как раз такого четкого деления нет. И в дальнейшем сама структура исламского права унаследовала вот эту традицию изложения этих норм в основополагающем источнике, каковым является Коран. Теперь возникает, тогда какое главное деление существует на уровне доктрины в рамках структуры исламского права. Вот очень-очень условно можно говорить о двух группах, которые где-то нам напоминают частное и публичное право. Право личного статуса, еще раз повторяю, это очень условно. Право личного статуса и право властных норм. Потому что первая группа, в основном, если сравнить их сферу частного права, они напоминают. Потому что рассчитаны эти нормы на регулирование частных интересов, частной жизни, той отрасли, которая непосредственно регулирует взаимоотношения между людьми, где государство как субъект отсутствует. Но вчера тоже об этом говорили, что исламское право является уникальным правом в том плане, что они формируют не только право, но и государственность. И вот как раз второй блок, право властных норм, как раз с самого начала формирования исламской общины, исламского государства, было рассчитано на формирование государственности исламской, на упорядоченное взаимоотношение граждан с государством. Поэтому и концепция халифата, исламского государства, суннитской концепции, шиитской концепции берет свое начало именно в системе право властных норм. Причем как право личного статуса, так и право властных норм, они проявляются, они отражаются и в Коране. Конечно, в Сунии больше, но доктрина в этом плане в рамках четырех мазхабов, четырех правых школ достаточно далеко, поэтому пути пошли, и исламское право получило свой сегодняшний уровень развития благодаря такому делению. Еще один момент, еще один известный следователь, западный следователь исламского права, пишет о том, что есть еще одно деление правовых норм. Это связано с линией поведения человека к Всевышнему и с линией поведения человека к своему подобному. То есть четко можно сгруппировать все права и обязанности в рамках исламского права на две группы. Первый определяет линию нашего поведения по отношению к нашей религии, к Всевышнему, создателю. А с другой стороны, это непосредственно взаимоотношения между исламской умой и не только исламской умой, исламской умой и с другими инаковерящими, те, которые имеют другую веру. Очень часто в литературе пишут о том, что исламское право по большому счету формировалось как частное право. С этим можно соглашаться или нет. Мне кажется, здесь есть определенная доля условностей. Мы знаем, что все аяты Корана, по большому счету, можно разделить на две части. Это первая часть, мекканская, а потом мединская. Первая часть, те, которые были неиспослены, на самом деле они носят больше частный характер. И в основном идет призыв к тому, как люди должны себя вести в отношении других людей. И это естественно классическое частное право. Поэтому многие считают, что с самого начала по своей природе исламское право рассчитано на формированные взаимоотношения между людьми. Кроме того, еще те, которые считают, что исламское право, прежде всего, это частное право, они считают, что как и религия, это дело частного каждого человека, обращенное к его сердцу, к разуму. Поэтому его линия поведения, прежде всего, для данной религии, в частности, для ислама важна. Но мы-то знаем, что со всех религий именно ислам имеет прямой выход на сферу публичного права. Потому что ни одна другая религия не формировала свои отношения в сфере международных отношений, государственного права. А здесь четко вырисовывается еще при пророке Мохаммаде формирование международного права, исламское выведение уголовного права, государственного права. Поэтому здесь это есть. Понятно, что, например, в сфере торгового права достаточно развития, как в сфере частного права. Об этом чуть позже будем говорить. Наследственное право, семейное право. Да, они есть. Но нельзя отрицать существование отдельного блока норм в самом Коране, в Сунии, в дальнейшем исламской правовой доктрины, рассчитанной на регулирование именно в сфере публичного права. Итак, право личного статуса. Вот как раз традиционно те нормы, которые регулируют сферы частного права, условно можно включить в правовой массив, который называется право личного статуса. Это группа норм сгруппировалась, сформировалась, конечно, в результате доктринальной разработки исламского права в седьмом, восьмом, девятом веках, в десятом, первой половине десятого века. Но я хочу вам сказать, что именно вот такая формулировка сохраняется до сегодняшнего дня. Вот недавно у нас в нашей академии защищалась одна работа по правовой системе Ирак. Достаточно интересная работа. Он сам, диссертант, окончил юридический факультет в Ираке, потом получил уровень магистрского в Египте, потом в Киеве поступил в аспирантуру. И в конце концов защитился у нас. Я был оппонентом, я почитал с большим интересом, потому что несмотря на то, что в Ираке последние, ну, с девяностых годов война началась до сегодняшнего дня, к сожалению, ситуация продолжается в таком нерадочном виде, несмотря на то, что очень много институтов западного на сегодняшний день на уровне законодательства закреплены, на уровне конституции, других законодательных актов. Тем не менее, например, в Ираке есть право, закон о личном статусе граждан. Вот до сих пор современный закон о личном статусе граждан. Есть у них самое интересное еще, просто смене кодекса. У них есть гражданский кодекс, но есть закон о личном статусе. Вот отдельный закон принят. Если говорить о комплексе взаимоотношений, который регулируется правом личного статуса, то понятно, что это вопросы, прежде всего, институты гражданского права, семейного права, наследственного права. Вот этот комплекс норм отражается в этом блоке вопросов. Вторая группа норм права властных норм. Здесь речь идет, прежде всего, о тех отраслях, которые непосредственно регулируют сферу формирования государственного права, государственности, исламской государственности в целом. Но можно ли отражать понятые норм властных, вернее, право властных норм с государственным правом? Конечно, нет, потому что эта сфера шире, чем просто государственные права. Сюда входят и другие отрасли, в частности, исламское международное право, исламское военное право, исламское дилектное право, исламское трудовое право и другие. Но о них мы чуть позже будем говорить, пока на уровне доктрины делены права на большие правовые общности, пока мы на эту тему говорим. Итак, я вам говорил, что есть различные критерии, вот еще одна критерия. На основе определенности и конкретности в доктрине все нормы исламского права делят на абсолютные и абстрактные. Что здесь имеется в виду? Если говорить о абсолютных нормах, то с названием явствует, что это система норм, которые получили отражение непосредственно в основополагающих источниках исламского права. И они четкие. Они сами по себе дают ответ за, определяют рамки правового регулирования. Поэтому не допускается никаких толкований. Вот, например, в сфере наследственного права. В Коране очень четко, даже четче, чем в римском праве, расписано, каким образом наследствие распределяется между теми, которые, согласно Корану, имеют право на наследство. Здесь никаких разночетений нет. Поэтому это есть абсолютные нормы. И данная группа норм как раз те правила поведения, которые применяются непосредственно на основе Корана в нашей повседневной жизни. Есть абстрактные нормы, которые получают свое толкование, разъяснение, дальнейшее регулирование в рамках доктринальной разработки исламского права. То есть здесь в основополагающих источниках даются направления. Но конкретизация происходит благодаря непосредственной разработке исламского права. И тем более наша жизнь настолько становится многообразной, что очень часто появляются новые сферы правового регулирования. И вот эти абстрактные нормы, они на уровне принципов имеют место в самом Коране. Они отражены. Но конкретно как они могут быть регулированы, это уже дело времени, поэтому и они называются абстрактными нормами. Кроме того, еще одна классификация. На основополагающие производные нормы, то есть на макро уровне нормы исламского права еще можно разделить на две группы. Основополагающие и производные. Но опять же, речь идет сразу выход к источникам права. Есть основополагающие источники, это те нормы, которые получили отражение в Коране и в Суне. А дальше уже те нормы, которые непосредственно формируются в исламской правовой доктрине в дальнейшем. Это уже, конечно, производные нормы, которые все время базируются, ориентируются на основополагающие нормы. Мы с вами говорили, и Шарль об этом говорил, известные французские ученые, о том, что две группы норм очень ярко выделяются в плане поведения линии человека в отношении Всевышнего и в отношении друг к другу. Как раз в исламе, в исламском праве, это группа норм и бадат. Первая группа, то, что определяет нашу линию поведения Аллаху. И вторая группа, маамлад, то есть взаимоотношения непосредственно между людьми, которые являются очень важной частью регулирования взаимоотношений между людьми. Вот маамлад, конечно, в светском праве присутствует, а и бадат понятно, что как раз специфика религиозного права, в частности, исламского права в том, что сфера регулирования права, об этом тоже я вчера вам говорил, шире, чем в светских правовых системах. Потому что ни одно другое светское право не может регулировать религиозные вопросы. Итак, если говорить конкретно уже о той структуре, которая нам известна через романогерманское право, то условно можно выделить такие, можно их назвать отрасли права, можно их назвать институты права. Но речь идет о первой группе, это вопросы гражданско-правых отношений. Если мы говорим о гражданско-правых отношениях, то, естественно, самое главное, это собственность. Мы с вами знаем, что в системе исламского права, в доктрине исламского права, да и это имеет выход к основополагающим источникам права, есть ряд ценностей, на защиту которых направлено в потенциал ислама, в потенциал исламского права. И вот среди этих ценностей, наряду с человеческой жизнью, наряду с верой, наряду с обязанностью продолжения человеческого рода, присутствует собственность. То есть собственность с самого начала существования ислама является регулируемым отдельным явлением, и как раз собственность в его таком восприятии является, еще раз повторяю, собственностью, которая находится под защитой исламского права. И вот как раз вот этот момент, что собственник является полновластным хозяином своего имущества, никто не имеет права мешать хозяину распоряжаться своим имуществом, нам даже больше напоминает понимание собственности в англо-американском варианте, чем Роман Германский, потому что собственность там где-то более мощно представлена, хотя собственность является главным центральным институтом Романа Германского права. Но здесь вот это полное распоряжение во всем его проявлении сразу регулируется исламским правом и самим Кораном. Как раз мы с вами говорили о том, что разные школы, они нашли общие точки соприкосновения и согласия по основополагающим моментам. Вместе с тем, как раз разные школы в некоторых вопросах дальше пошли. В частности, регулированный вопрос собственности, это большая часть заслуги ханифитской правовой школы, которые больше реагировали на этот вопрос и более детально регулировали, имеет место именно доктринальная разработка в рамках ханифитской школы. Вот как раз здесь аят Корана, где тоже имеет непосредственно отношение к тому, о чем я вам говорил, что собственность является совершенной и находится под особой защитой непосредственно исламской религии и Корана. Вот еще один аят, который тоже подтверждает то, что собственность является, как я вам говорил, под особой защитой. Потому что не один аят, а несколько аятов как раз закрепляет статус и отношение религии, исламской религии к собственности. Естественно, исламское право, как продолжение исламской религии, как раз за основу берет такие коранические аяты и дальше проводит соответствующее регулирование в данной сфере. Еще один институт, который имеет большое значение, сегодня, по-моему, у вас даже лекция была, да, о договоре о контрактном праве, да, или нет, по-моему, в рамках школы есть. Вот договор тоже, как один из важнейших институтов гражданского права, с самого начала находился под пристальным вниманием в сфере регулирования вообще ислама, исламского права. Вот видите, здесь тоже есть аят Корана, счастливые верующие, которые соблюдают свои договоренности и договоры. Вот вам главный принцип, то есть это необходимо исполнение договоров. Это коранический аят как раз передает ту характеристику, которая формируется вокруг института договора в исламском праве, в основополагающих источниках, в Коране в частности, на основе которого формируется вообще исламская правовая доктрина. И вот еще очень важный вопрос. Тогда же вопрос стоял о том, а с многобожниками тоже необходимо соблюдать условия договора. И вот четкое разъяснение, каким образом необходимо, даже с теми, которые являются многобожниками. Видите, насколько четко и справедливо регулируется этот вопрос. Конечно, это стало основой для дальнейшего развития, для его нового права исламского. То есть здесь, видите, четкий ориентир на то, что договор, если заключен, надо его соблюдать. В любом случае. И вот есть конкретный аят Корана. Еще один очень важный институт, по-моему, современные законодательства исламских государств очень четко взяли на вооружение вот эту исламскую правовую доктрину в отношении института ВАКФА. В арабских странах, не только в арабских странах, в исламских государствах, благодаря этому институту совершается очень много благотворительных акций. В частности, в Турции гораздо больше больниц строятся и поддерживаются за счет вот этих благотворительных акций, чем то, что государство своего бюджета выделяет. То есть есть система, общая система доверия, благодаря именно вот этому исламскому институту, правовому инститету, где люди с удовольствием деньги дают на пожертвования. Они прекрасно понимают, что даже лучше через этот институт деньги давать на благотворительность, чем через государство, даже через налоги. Настолько этот институт является популярным и на сегодняшний день востребованным институтом и есть соответствующие законодательные акты, которые регулируют данную сферу. В частности, я вам пример привел, но вот таких примеров можно причислить по многим исламским государствам, даже бедным исламским государствам, когда через такие институты осуществляется благотворительная акция. Еще один вопрос, когда мы говорим о институтах гражданского общества, это вопрос о правоспособности и деоспособности. В основополагающих источниках и дальше в исламской доктрине, конечно, получили отражение, это важнейшее условие для того, чтобы можно говорить вообще о правосубъектности, о субъектности в рамках гражданских правых отношений, семейных правых отношений, наследственных правых отношений. И вот гражданская деоспособность является, так и в западных правых системах, главным условием для приобретения имущественных прав. И вот здесь как раз есть разное понимание, в разных школах, с какого времени наступает деоспособность, каким образом лишается деоспособность. Здесь и сунницкая школа, и шиитская школа по-разному рассматривают эту проблему, и ханифитская школа, разные правовые школы по-разному к этому относятся. Ну вот признаками деоспособности появление волос на лице для молодых людей и 15-летний возраст. Хотя вот этот 15-летний возраст, опять же, в некоторых исламских школах, даже в мельких и крупных, 13-летний возраст для юноша как раз определяется. И 9-летний возраст для девочек, да, это в многих школах именно этот возраст зафиксировано. Правоспособность, понятно, что это способность, когда человек может быть наделен определенными правами, это с момента рождения, только в трех случаях может быть исключение, и когда прекращается, понятно, эта сложная правоспособность, это тоже, как видите, они общеизвестны. В принципе, здесь много общего с другими правовыми системами, как раз общая ситуация. Дальше. Вот полная деоспособность и ограниченная деоспособность. Здесь тоже, как видите, в каких случаях, в частности, в Суне выделяются три категории людей, которые относятся к недеоспособным, чьи действия как раз остаются безнаказанными. Спящий человек пока спит, второй момент человек, страдающий умственным расстройством, и третий – дети, которые не достигли зрелисти. Вот шиитская школа, шиитская концепция права определяет шесть случаев лишения деоспособности, несовершеннолетних условий, сумасшествия, рабства, болезни, банкротства и легкомыслия. Вот в таких случаях деоспособность как раз, вот видите, здесь тоже интересный момент, по решению губернатора или Кади, исламского судьи, в случае банкротства тоже может наступить ограничение деоспособности, прекращение деоспособности. Мы с вами знаем, что семейные правоотношения были в центре регулированы, как основополагающих источников права, так и исламской доктрине права. Здесь и вопросы брака, развода. Несмотря на то, что ислам очень много учитывает традиции местности, тем не менее есть некоторые кануны, некоторые принципы, которые в дальнейшем были восприняты в разных точках исламского мира, и они были заложены в основе законодательства. Главный институт – это институт НИК, или брак, который является заключением договора между мужчиной и женщиной. И здесь есть четкая цель для формулирования здорового союза и получения удовлетворения друг от друга. И в ходу слова «брак» как раз в первоначальном смысле – это физическое скопление. По-моему, это тоже татарская семья, да? Правильно, да? Что касается брачного возраста, как раз вот эта дееспособность, мы с вами только что об этом говорили, и в достижении 15-летнего возраста для юноша и для девочек 9-летнего возраста. Потому что подавляющее большинство школ исламского права мазхабов восприняли именно вот такую трактовку, срочнолетие, подростков, и с какого момента они имеют право как раз заключить брак, входить замуж и жениться. Еще один вопрос. Если мужчина и женщина у них в расповедении не совпадают, или вообще они не являются мусульманами. Вот в данном случае есть разные варианты. Если мужчина исповедует ислам, исламская религия, а женщина исповедует многобожие или язычество, то, вот как видите, это является препятствием заключения брака. Но если в данном случае мусульманин женится на людей писаний, то здесь есть конкретные условия, если в дальнейшем девочка готова принимать ислам, тогда здесь нет препятствий для того, чтобы заключить брак. Мы знаем, что в частности в современном мире и в общей шиитской школе допускается заключение временного брака. Но сунницкая школа не воспринимается для того, что, если вы помните, определение брака это для создания все-таки семьи и здорового взаимоотношения. Поэтому, поскольку, согласно шиитской школе, это противоречит именно целям заключения брака, такой временный брак не воспринимается. Еще один момент в отношении брака среди немусульман. Если заключение брака предшествовало принятым ислам, то в таком случае, как видите, когда они принимают ислам, этот момент тоже отрегулирован, брак считается заключенным, здесь никаких препятствий нет. Если свидетели, если свидетели, тогда все равно надо соблюдать нормы, которые есть при заключении брака в исламской вере. Еще один институт, который достаточно всесторонно регулирован исламским правом, это наследственное право. Между прочим, как я уже вам говорил, Коран уделяет очень много внимания именно регулированным наследственным правоотношениям. Это четкое прописание порядка наследования, как и в светских правовых системах, два пути наследования существуют, по завещанию и по закону. Но вместе с тем, по завещанию, исламское право дает определенные ограничения в том плане, чтобы обеспечивать социальную справедливость. В чем это выражается? Вот как раз может завещать человек, как угодно, только одну третью часть по завещанию. Потому что две трети, он должен распределить на основе закона, между законами наследниками. Но опять же, на основе закона, здесь имеется в виду, на основе норм Корана, которые получили дальнейшее отражение в законодательстве, гражданском наследственном законодательстве в исламских государствах. Кроме того, вот здесь тоже хадис пророка о том, что несмотря на то, что он является собственником своего имущества, но у него есть определенные обязательства перед близкими людьми, перед другими, с которыми имеет отношение, поэтому он не может распоряжаться полностью своим имуществом, в полном объеме. И прежде всего, это наследствие может быть реализовано по завещанию после того, как вот эти моменты будут соблюдены. Во-первых, на сдержке по погребению, но здесь тоже очень важно, чтобы не было расточительства и скупости, то есть никаких крайностей. Дальше обязательно надо выплатить все долги умершего, дальше одна треть дается на удовлетворение завещания, оставшийся час делится между законными наследниками то, что прописано в Коране. По-моему, достаточно справедливая система наследования. Вот это тоже коранический аят, где речь идет о том, что наследниками считаются родственники мужского поля до пятого колена, женского до третьего, а также женского поля до третьего колена по мужской линии и до третьего колена по женской линии, включая сводных братов и сестер. То есть определенно очерчен точный перечень субъектов, которые могут по закону унаследовать имущество. Понятно, что сфера торговых и правовых отношений с самого начала была в центре внимания правового регулирования. Как мы с вами знаем, сам пророк в своей жизни занимался торговлей и он очень четко это все для себя понимал и закрепил в источниках суньи в частности. Между прочим, исламское торговое право является достаточно справедливой сфере. Жалко, что они всегда соблюдаются, но заложены очень справедливые нормы. В частности, положение принцип свободной торговли, который предусматривает невмешательство со стороны государства в данную сферу. Это очень важный момент. Кроме того, в рыночной цене тоже здесь есть ограничения на вмешательство государства, также на определение свободной торговли стоимость товара и запрещена монополия в любом виде. Вот это тоже сейчас законодательство многих государств присутствует антимонопольное законодательство. Между прочим, в исламском праве еще в 7 веке закрепляется принцип запрещения монополии. Это тоже имеет очень важное значение. Вот как раз когда мы говорим о ограничении свободы торговли и ограничении стоимости товара, вот здесь есть хадис, где объясняется именно почему нельзя вмешиваться. Как видите, сын устанавливается всевышний и увеличивает наш достаток и уменьшает его. И поэтому вмешиваться в этот процесс не разрешается. Вместе с тем есть очень четкие правила надбавки, очень четкие правила именно во время катастроф как надо организовать торговлю, время засухи как надо организовать торговлю, чтобы люди не пострадали из-за неоправданного завершения стоимости и так далее. Это тоже достаточно четко прописано. Как я уже вам говорил, исламское торговое право запрещает монополию в любом его виде. Но опять же вот хадис об этом речь идет, что это равняется греху, если человек устанавливает монополию. Потому что наносится прежде всего вред. Вот здесь об этом неоднократно речь идет, что любая монополия принесет человеческому обществу, конкретному человеку вред. И на основе этого вред последует конечно и наказание в виде греха. Это грех. Вот такое же наказание как за грех предусмотрено. потому что поэтому запрещается в любой форме именно монополию. Опять же условно если говорить о исламском земельном праве, то здесь объяснение понятно, что феодальные отношения предопределяют конечно определенные взаимоотношения с средствами производства, с орудием производства. это все связано с собственностью с землей. Поэтому ислам не мог реагировать на эту сферу. Поэтому все земли, которые существуют, классифицируются согласно классическому исламскому праву на три категории. Первая категория это святая земля. Как мы с вами знаем, это речь идет о двух городах, Мекке и Медине. Хотя некоторые считают, что Медина не относится, но подавляющее большинство школ считают, что Медина тоже так же как Мекка, как раз и примыкающая к ней территория, причисляется к святой земле своим особым статусом. Как вот видите, здесь не может ни мусульман жить. Более того, шафийская школа считает, что даже через эту территорию не имеет права ни мусульман даже проехать. Кроме того, как видите, здесь запрещается заниматься охотой, но есть исключение ловить рыбу и убивать домашних животных на территории разрешать. Кроме того, те растения, которые естественным путем появляются на этой земли, тоже никто не имеет права уничтожать. И более-то, очень важный момент, жители этих городов получают с казны определенные содержания. Это тоже было установлено с самого начала. Это первая категория земель. Вторая категория земель, это земли, которые принадлежат государству. То есть, опять же, главным собственным выступает Всевышний, но как раз это как наследствие придаются собственность исламского государства халифа, и он по своему распоряжению может дать на оращение подданным, гражданам этих государств. И третья категория, это земли, которые являются собственностью населения, которые они сами имеют право распоряжаться по своему усмотрению. Это третья категория земель. Об этом мы с вами говорили. Еще одна очень важная отрасль считается исламское государственное право. Мы с вами говорили, что на макро уровне есть право властных норм, где как раз регулируются вопросы формирования исламской государственности, его функционирование, порядок формирования, взаимоотношения и так далее. Вот как раз суннитская школа и шиитская школа немножко по-разному реагируют и формируют свое отношение к исламскому государству. Главным для суннитской школы является институт халифа, главы государства. Опять же, в рамках различных правых школ проводят статус халифа, его возможности, его полномочия немножко разные, но тем не менее, халиф как наследник власти на земле от Всевышнего, он имеет огромные функции для того, чтобы формировать государственность, защищать государственность и является как бы ответственным за государство, прежде всего перед Всевышним. и основное назначение исламского государства как раз это его функционирование на основе конечно норм исламского права. Поэтому, когда мы говорим о правовом государстве, речь идет о том, что вся деятельность государства подчиняется правовым предписанам. В данном случае, вот это классическое определение правового государства полный подход исламскому государству. Хотя, если изучать исламскую концепцию государства, на разных этапах были разные концепции, которые были разработаны исламскими учеными. Если, например, в 9-10 веках в основном господствовала доктрина в отношении полной религиозности исламского государства, то в 13-14 веках определенные тенденции имели место, которые немножко отошли от полной религиозности исламского государства. Есть отдельная лекция, были ученые в 13-14 веках исламские ученые, которые разработали свои концепции исламского государства, где допускали формирование гражданских институтов в рамках исламского государства. Но эта тема отдельная лекция мы сейчас не будем затрагивать. Что касается шиитской школы, до того, как будем о исламском международном праве условно говоря, шиитская школа государство немножко по-другому воспринимает. Если, например, в сунистской школе допускается разделение духовной власти, религиозной власти и светской власти, в шиитской школе такого не допускается. Поэтому духовный лидер на сегодняшний день, например, духовный лидер Ирана может выносить право на любой законопроект, который принимается парламентом. Он имеет право не признавать результаты выборов президента в стране. То есть в его руках сосредоточена вся полнота власти, и религиозной, и гражданской власти. Но это шиитская школа государства. Что касается международное, исламское международное право, на современном этапе больше всего подвергается критике именно международное право, исламское международное право. Но необходимо понимать, что основные принципы исламского международного права были формированы в 7 веке, в 8 веке, 9 веке. Тогда, когда исламское государства начали формироваться с одного маленького города, с одной общины. Естественно, надо это все в контексте того времени это надо понимать. И в отличие от современной концепции международного права, здесь речь не идет о взаимоотношении государства исламского с другими государствами. Здесь речь идет о взаимоотношении исламской умы, не с исламскими обществами, сообществами. Поэтому в его классическом понимании исламское международное право не является как таковой то, что мы с вами обычно изучаем в рамках курса международного права. В основном курс международного права учит нас, что международное право совокупно с норм, правовых норм, которые регулируют взаимоотношения государства с другими государствами, государства с международными организациями и так далее. Вот как раз здесь речь идет не только о взаимоотношениях государств. Но мы с вами говорили, что исламское право прежде всего формировалось как право общины, как персональное право. Поэтому международное право регулировали взаимоотношения исламской умы, исламской общины с другими общинами. И больше всего вот это разделение подвергается критике. Когда мир распределялся на три зоны. Во-первых, дар л-ислам, то есть мир ислама, куда входят все территории исламского халифата. Между прочим, включая период аббасидов и потом Османской империи, так и было. Вот сейчас, например, на современном этапе территории Европейского союза, да, это общее правовое пространство, общее экономическое пространство, общее политическое пространство. Вот как раз исламская концепция государства, там где речь идет о дар л-исламе, предусматривали именно такую форму. И как раз несмотря на то, что огромная территория, вчера мы с вами карты смотрели, это пол мира, это была территория аббасидского халифата, а дальше потом Османской империи. Как раз одна валюта, одна система налогообложения, одна судебная система, одна система источников права, законодательство, одно гражданство. Это все как раз имело место. Юрисдикция исламского права, исламского государства распространялась абсолютно в разных, на разных территориях исламского халифата. Аббасидского, Амаидского, дальше Османского халифата. Второй мир, Долл-Харп, то есть мир войны. Харп это война, Долл-Харп те страны, с которыми данные исламские государства находятся в состоянии войны. Но опять же, в контексте того тогдашнего времени. Вот сейчас, например, определить, что есть мир ислама, и все, что вокруг, это Долл-Харп, это не совсем вписывается в наш сегодняшний день. Но хотя вот, например, если смотреть конкретную проблему, Палестинско-Арабский конфликт, Палестинско-Израильский конфликт, я извиняюсь, на сегодняшний день Хамас, например, руководствуется вот этим, что все время находится в состоянии войны с Израилем. И вот это деление мира, вот они воспринимают в таком буквальном смысле, поэтому сейчас достаточно напряженная обстановка. Есть третий мир, мирл-акт. Акт это мир договора, когда заключается договор, а скажем так, в советское время была политика мирного сосуществования. Вот как раз политика мирного сосуществования с окружающим миром. По-моему, вот это, если второй момент сейчас не совсем вписывается, первый и третий, вполне созвучно тому, что может способствовать все-таки обузданной напряженности в мире, потому что есть мир ислама. Но проблема в чем? Во-первых, мир ислама, к сожалению, не является тем миром ислама, который был на протяжении долгих веков. Самая большая беда сейчас для исламского мира, к большому сожалению, схода с некоторых исламских государств, которые стали выполнять абсолютно те заказы, которые не вписываются в исламские концепции права и государства. Поэтому, если многие террористические организации финансируются, к сожалению, исламскими государствами, о каком дару и исламе можно говорить. Кроме того, когда наступает вопрос, когда встают о экономических интересах, вот дару и ислам вообще забывается. Я это все хорошо помню на примере афганско-пакистанских отношений. Вот когда речь шла о том, чтобы на войне можно было заработать, конечно, Пакистан был всячески заинтересован продолжение войны в Афганистане, потому что деньги пошли таким потоком. Вот маленький пример. Когда Афганистан купил первый большой лайнер, это был 1978 год, по-моему, 1978 год. И когда прилетел этот самолет над Кабулом, ну это самый большой самолет тогда, сейчас никого не удивишь, но тем не менее, все, вот я был мальчишкой, мы все собрались с узла аэропорта, чтобы посмотреть на эту красоту. Между прочим, этот самолет, когда у меня родственница была стивардессой в этом самолете. И когда прилетели в Москву, в Шереметьево, вот тоже вот такое скопление народа было, пришли посмотреть. И все, говорят, просили, можно пройти в кабинь посмотреть. Летчики, которые имели большой багаж за собой, все равно хотели дотронуться до этого самолета. И когда, говорят, мы прилетели в Исламабад, тоже праздник был для Пакистана, что такой самолет приобрел соседский Афганистан и тоже приходили просто посмотреть на этот самолет. Через три года на войне в Афганистане заработали столько денег, что 40 таких самолетов купили. Афганистан продал этот самолет, потому что не смог содержать его. Вот конкретный пример того, что дар Ислам, к сожалению, останавливается там, где шкурный национальный экономический интерес. К сожалению, к большому сожалению. И то, что на сегодняшний день происходит в Сирии, точно так же отражает различные экономические интересы, где вообще слово «мир исламный» идет. И третий момент – взаимоотношения с миром договора. Это те территории, с которыми исламские государства устанавливают нормальные взаимоотношения. Это как раз условно можно его назвать «Исламским международным правом». Вот как раз о современном исламском международном праве. Я вам вчера тоже назвал американского ученого арабского происхождения Аль-Наин. Его книгу «На пути исламской реформации», если у вас будет возможность почитать, он больше всего говорит о модернизации современного, именно международного, классического международного права. В том плане, что на сегодняшний день необходимо разработать новые концепции, где определяется место государства исламского мира, их взаимоотношения с международными организациями, их взаимоотношения с региональными организациями. Вот, например, если говорить о всеобщей декларации права человека, если говорить о уставе организации объединенных наций, то с самого начала многие исламские государства входили в комиссию по разработке устава ООН. Например, Афганистан тоже входил в состав узкой группы, которые разработали устав ООН. Представители Египта, представители Сирии, вот эти страны были у стоков создания Организации Объединенных Наций, всеобщей декларации прав человека. Но, когда они возвращались домой, когда вопрос стоял о том, чтобы, например, имплементировать нормы всеобщей декларации прав человека, неоднозначно это было воспринято. И поэтому в 1981 году была разработана всемирная исламская декларация прав человека, где адаптируется, где некоторые статьи всеобщей декларации прав человека не получили отражения в этом уставе. Например, свобода совести, да, вы расповедованы. Потому что здесь есть свое видение этой проблемы. Но тем не менее, есть различные концепции по разработке нового, определение нового места исламского мира, мусульман. И особенно мы с вами знаем, что исламские общины в разных странах мира, вчера тоже об этом говорили. Надо разработать новые концепции для того, чтобы исламское умо с другими умами налаживало отношения мирным путем. И вот этот мир войны уходил в прошлом. Потому что сейчас совершенно другие времена, другая военная политика, другая геополитическая политика, другое место ислама в современном мире. Поэтому говорит о том, что было, например, в 7, 8, 9 веке, когда аббасидский халифат или османский халифат были могущественными государствами, монолитными. И вот это принесли на сегодняшний день, просто это обращено на неудачу. Еще один очень важный момент. Вообще такого словосочетания, наверное, вы нигде не встречали исламское военное право. Но я специально использую. Знаете, для того, чтобы четко разделить поняты джихада и исламское военное право. Это же разные вещи. Почему-то преимущественно средства массовой информации их отождествляют. А что такое исламское военное право? Ведь с самого начала первой битвы, которые имели место, сам пророк принимал участие в этих битвах, потерял свой зуб. Это все известно по истории. И вот тогда уже начали задумать правила введения справедливые, если можно так выразиться, гуманные правила для того, чтобы можно было все-таки в каких-то рамках, если это можно, регулировать. И поэтому есть целый ряд норм, особенно в СУНИ, где речь идет о тех правилах, правовых предписаниях, которые регулируют правила введения войны и применения военной силы. Много разработок в этом плане есть, но, к сожалению, это все остается где-то за бортом. И на это обращается очень мало внимания. Хотя это тоже имеет право на развитие, особенно сейчас. И поэтому доктрина с самого начала выработала определенные направления по разработке этих норм, связанные с исламским военным правом. Его можно так и условно назвать. Опять же условно, это исламское военное право. Что касается джихада. Это самое часто упоминающее слово. Прежде всего, джихад – это борьба внутри самого человека. Насколько человек может стать честным, порядочным, отзывчивым, добрым, а не воинствующим. В свое время, когда пророку подошел молодой человек и сказал, что очередная битва впереди была. Я хочу пойти на эту битву. Я хочу участвовать среди мусульман, бороться за распространение ислама. У него пророк спросил, говорит, у тебя есть родители? Он говорит, да, у меня есть старые родители. Говорит, вот твой джихад, иди служи своим родителям. Ты должен там служить. Здесь есть те, которые пойдут и будут воевать. Если ты будешь служить своим родителям, вот это твой джихад. Реально так и есть. Это сам пророк сказал. И прежде всего, борьба против свой навс, свое пожелание, свои несдержанности самим собой. Если человек может перебороть внутри себя то, что не украшает человеческое достоинство, человеческое существование, вот это самое главное. Естественно, бороться за свою войну, за свою религию. Отстаивать, в принципе, свои религии, это тоже обязанность мусульмана. Но не в такой извращенной форме. Я вот просто вспоминаю, я сам служил в армии. Я сам неоднократно, к сожалению, несколько лет воевал. Я это все внутри знаю. Я же знаю, например, со мной погибли те ребята, которые были мусульманами. Но их просто убивали, потому что джихад был против невежных. Вот эти ребята, они были мусульманами. Но реально они были мусульманами. Я знаю их родителей. Мы в школе вместе выросли. Но какие они не мусульманы? Или, например, к сожалению, обозглавливают сейчас вот этих бедных солдат или офицеров, которые попадают. Это же просто кошмар. Просто сотни солдат просто убиваются. Потому что вот они решили, что это не мусульманы, это не джихад. Как раз очень умели использование вот этих слов спецслужбами. Потому что нет в исламском праве то, что творят. Это просто нет под словом джихада. К сожалению, очень много в нашей стране бед из-за того, что именно говорили. Просто примитивно понимали джихад. Ты хочешь участвовать в джихаде? Ты хочешь попасть в другой мир? Ты хочешь, чтобы Бог тебя любил? Ты хочешь, чтобы Бог тебя простил? Вот иди убивай. Но это же не так. Если сам пророк сказал, иди служи своим родителям, а не иди воевать. Поэтому надо четко разделить эти понятия. Вот это тоже доктрина исламского права. Несмотря на то, что трудовые кодексы достаточно поздно появились на Западе, в исламском праве четкие правила были разработаны для того, чтобы регулировать взаимоотношения работодателя, работников на основе справедливости. Между прочим, это тоже вопрос очень существенный. Вот я когда смотрел передачу, когда люди, к сожалению, покидают свою страну из-за военных действий, вот в сирийце очень много, им самый дешевый путь добраться до Ливана. И вот в Ливане так над ними издеваются. Многие из них интервью давали, говорят, мы работаем только, чтобы к концу рабочего дня нам дали возможность покушать в целом семье. То есть если посмотреть на те справедливые, регулированные еще в девятом веках в сфере труда, условия труда, то ничего общего не иметь с тем, что, к сожалению, в исламских странах делается. Но эти четкие нормы были регулированы еще давным-давно. И вот это, в принципе, братство, равенство, защита человеческого достоинства, то, что в дальнейшем и коммунистическая идеология взяла на вооружение. Вот это все в свое время было. Но, к сожалению, еще раз повторяю, современная часто практика, не совпадающаяся с нормами исламского права, не дают возможность как раз вот эти вопросы поднять, что они же достаточно справедливо были разработаны в рамках исламской доктрины. Плохо то, что они же на сегодняшний день не работают. И еще одна отрасль последняя, о которой можно говорить, это исламское дилектное право. Между прочим, в Коране, в Суне, в других источниках исламского права очень много внимания уделяется именно сфере исламского дилектного права. Между прочим, дилекты в других правовых системах относятся и к гражданскому праву, относятся и к административному праву. Вот в исламском праве как раз с самого начала дилектное право, в основном это сфера уголовного права. И есть разделение преступлений на три группы. Первый – худуд, то есть преступление против Аллаха. Они четко прописаны, они имеют строго определенный список, которые отражены в основополагающем источнике исламского права. И, как видите, речь идет о том, что наказания тоже определены. В частности, это как и вероступничество, употребление вин, других ополняющих средств и некоторые другие. Вот они четко в Коране о них написаны. И это, прежде всего, преступления против веры. И меры наказания за них предусмотрены. Вторая группа – джинаяд. Джинаяд – это уже те преступления, которые совершаются против исламской умы в целом и против конкретных членов исламской умы. Джинаяд – это тоже достаточно тяжкие преступления, преступления. Вот в частности, это и убийства, наносили тяжелых телесных повреждений и другие. И наказания здесь предусмотрены как основополагающих источников права, так и дальше в доктрине были разработаны. Вот в частности, касас, о котором очень часто говорят. Между прочим, в Коране, да, есть слово касас. Это око за око, но тем не менее в Коране дальше, вот в этом же аяте дальше речь идет о том, что все равно есть возможность простить. Есть око за око, но если человек готов простить, это тоже поощряется. То есть вот эта вторая часть почему-то всегда не ситируется. есть вопрос о денежной компенсации. И третья группа – тазир. Это те преступления, которые первоначально они не были предусмотрены первоисточниками. И кроме того, когда исламская умы дальше начали развиваться, расширяться, появился ряд преступлений, на которые надо было уже реагировать. В частности, неуплата заката, как специального налога, несоблюдение поста, легкие телесные повреждения, оскорбление хулиганства и некоторые другие, они дальше в рамках разработки исламской доктрины права получили свое отражение и соответствующим образом для них как раз предусмотрены справительные меры наказания. Вот, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, если человек не соблюдает пост, то до наступления праздника его просто задерживают. До наступления Ида. Потом сразу их освобожают. Между прочим, это распространяется и на тех, которые не являются мусульманами, ни в публичных местах демонстративно нарушают пост. Об этом предупреждают. Потом день наступления Ида, праздника, их отпускают. Вот, собственно говоря, по структуре в общем виде, насколько время возможно, мне дают возможность, об этом я вам рассказал. Еще у нас одна лекция есть. Я надеюсь, у вас терпения хватит на последнюю нашу лекцию. Тогда сейчас минут 10 объявим прерыв. ВООДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин